Плохо было, дышать было нечем. Дышим еще плохо, но мы тут песни поем, зарядкой занимаемся и все развиваем дыхалку. Рассветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Военные песни – военное время. В ковидном госпитале Олейска 114 пациентов с пневмонией и ковидом. 45 из них кислородозависимые, 2 на ИВЛ. С мая по сентябрь врачи госпиталя лечили в основном легких и средних пациентов. Сейчас почти все – тяжелые с двусторонним воспалением. Пациентка очень тяжелая. Привезли, сатурация была 47. Это критически низко? Это очень критически. Вообще показатели для перевода на ИВЛ 80 и ниже. А здесь 47 была сатурация, сейчас даже дошла 96. За 4 месяца медики потеряли одного пациента. За три последние недели – 6. Их очень много стало поступать в тяжелом состоянии, потому что, ну, как правило, непродуктивное амбулаторное лечение приводит к такому усугублению состояния. Может быть, они самостоятельно плохо принимали амбулаторное лечение, может быть, что-то не хватало у них. Лекарств, например. Пока в аптеках катастрофический дефицит важных лекарств, в ковидных госпиталях есть необходимые препараты. Лечат не только ими. На близко. Да, мы один и тот же. Мы один, он лопнул. 22 надуло и лопнул. Сейчас его не лопну. И таким образом здоровье прибавляется с каждой минутой. Храбрятся, но оптимизм порой сменяет страх. Думают о жизни, читают смерть Ахиллеса. Пневмония, тошнота. Очень неприятная, очень тяжело, особенно капельницы тяжело переносятся. Было такое, что жить не хочется. А так сейчас ничего. Отношения прекрасные. На 114 пациентов 14 врачей. Четыре из них еще студенты, ординаторы. Работают сутки через двое. В теории. Отсюда с работы почти не выходим. Пришли домой, переночевали и обратно вернулись. То есть мы отсюда можем в 12 час ночью идти. Потому что пациентов много. Одного дежурного доктора тоже 80 человек не оставишь. Проживаем отдельно от родственников. У нас, допустим, есть возможность. Муж уехал к родителям. Я живу одна, вот, с кошкой. Живут на работе, здесь же заболевают. Сейчас треть персонала Олейской ЦРБ болеют ковидом. В условиях дефицита кадров и повышенной нагрузки получить помощь сложно. В районной газете было интервью моё. Я дал свой сотовый телефон. И жители, если не могут получить вложенную помощь, они звонят на сотовый телефон. В день 200 звонков. Ковидный госпиталь в Олейске рассчитан на 140 коек. Занято, напомним, 114. Сюда везут пациентов с Черыжского, Усть-Пристинского, Топчихинского и других районов края. Заболевших много. Коечный фонд неизбежно требует расширения. Никогда в Олейске одновременно осенью, там, весной не было 112 пневмоний. Мне грустно. Я не злюсь на тех людей, которые не носят маски. Я уже перестал их уговаривать. Мне просто грустно. Потому что потом я вижу их здесь. Сожмите мне руку. Хорошо. Молодец. Да. Идет война. И каждый день мы несем потери в виде заболевших медиков, в виде заболевших людей. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком.